МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У мошенников цель понятная – это избавить ваш кошелек от честно заработанных вами денег. И ради этой цели они готовы на любые костюмированные и театральные представления. Человек даже не успевает опомниться, как будет вовлечен в эту мошенническую схему. Именно в такую ситуацию попала д*** Марина. Она работает экспедитором. И мошенники разыграли перед ней целое шоу со сбитым человеком. Люди, случилась беда. Мой водитель кинул меня на 300 тысяч. Я сопровождала груз. И мы сбили человека. Этот сбитый, когда оклемался, начал требовать у водителя деньги за молчание. Он угрожал ему. Говорил, что вызовет полицию. Ну, я и дала водителю деньги, которые предназначались для оплаты груза. Водитель обещал, что вернет мне всю сумму. Потом мы заехали сюда на заправку. И пока я стояла на кассе, этот мошенник открылся. Я не знаю, что мне делать. Где его искать? Телефон его выключен. А номер машины я не записала. Дура! Я нашел в интернете несколько похожих случаев. Это о чем говорит? Что это схема. И схема рабочая. Какие-то негодяи с помощью грузовика имитируют ДТП. И выжимают с людей деньги. Я решил подключить ребят. Привет, Влад. Привет. Всем привет. Что удалось выяснить по этому делу? К сожалению, нам не удалось выйти на Марину, автора видеообращения. Ее телефон выключен. В описании под видео был номер водилы, который ее кинул. Мы его пробили, он оформлен на дропа. А разузнали адресочек заправки, откуда скрылся грузовик? Да, на видео засветилось название заправки. Мы ее нашли, я туда съездила, хотела взять архив с камер наблюдения. Но управляющий отказал мне, сославшись на конфиденциальность. Зато нам удалось выйти на Вадима, автора похожего видеообращения. Он утверждает, что его развел водитель Газели, и грузовик скрылся именно с той заправки, на которой развели Марину. Понятно. Я думаю, что это дело рук одних и тех же аферистов. Видимо, да. Слава сейчас поехал на встречу с Вадимом, нам нужны детали. Ну, выходит, что Вадим пока единственная зацепка. Ну, не совсем. На заправке я видела объявление о наборе сотрудников, поэтому если Вадим ничего интересного нам не расскажет, мы отправим туда внедряться нашего прекрасного Володю. Пусть раздобудет архив с камер. Это хорошо, что вы действуете на опережение. Держите меня в курсе. На связи. Ну и почему как заправка, так сразу я? Ну, потому что ты талантливый во всем. Они не супергерои, они обычные ребята. Просто они предпочитают действовать. Да ладно, что-то... Руки убрал! Не похоже на... Отпусти девушку, быстро! Что нам надо? Да чтоб вы в тюрьму сели. Вячеслав Василевский. Боец. Шестикратный чемпион мира. Бесстрашный. Целеустремленный. Слевый. Да, отлично. Дарья Рубинская. Журналист. Ну, давайте договоримся. Нет, мы не договоримся. Дерзкая. Инициативная. Владимир Сарков. Бывший морпех. У вас был выбор, на чьей стороне быть. Вы его сделали, поэтому отдыхайте. Жесткий. Принципиальный. Вы паразиты, которые живут за счет людей. Мы объединились, чтобы вместе начать охоту на мошенников. Ой, спасибо вам большое. Удачи вам. Охота началась. Володя, Даша, на связи? На связи. Отлично. Ну что, я подъехал на встречу с Вадимом. Подключайтесь. Подключаемся. Удачи. Сейчас для нас важна любая деталь. Где Вадим познакомился с водителем грузовика? На какую транспортную компанию он работал? Где произошло ДТП? И есть ли у него номер этой газели? Все эти факты помогут нам собрать пазл. Вот ситуация. Вадик, обычный нормальный мужик, работящий. Он ведь даже подумать не мог, что окажется в такой ловушке. Просто сел в грузовик, чтобы сопровождать груз. А эти подонки в пути устроили настоящий спектакль и кинули его на деньги. И мужик влип в долги. И сейчас вот вынужден таскать тяжелые мешки, чтобы как-то встать на ноги. Вадик. Привет. Привет. Я Слава. Я Вадим. Да. Ну что, как ты? Расскажи, как ты оказался в такой ситуации? Да как? Я влип. Вообще по-саму я не могу. А я вижу. Вот. Приехал из маленького городка сюда в столицу. Думал, денег подниму. Вот и заработаю. Устроился в транспортную компанию. Порой недель назад нашел объявление в интернете просто. На первый взгляд нормально показалось. Директор обещал 250 тысяч зарплату. Опыта почти не требовалось. Он тебя не насторожил, что все так гладко? Ни опыта не надо, зарплата высокая. Володь, я нашла отзывы от транспортной компании. Слушаю внимательно. Люди пишут, будьте осторожны, это фейковая компания. Аферисты обещают людям золотые горы, а потом оставляют ни с чем. Почему? Дыма без меня не бывает. Скорее всего, транспортная компания тоже в деле. Ну, темно. Да, я сопровождал. Слушай, а вот в этой компании кто еще работал? Да, был только я и этот директор, Александр Григорьевич, и все. Вдвоем, что ли? Солидная компания. Да. Понял. Адрес помнишь? Да, вот сейчас скажу. Пять сек. Чего все. Первая, ***, 34. Давай, суток, компания. Так надежнее будет. Так, а пробью-ка я адрес этой фирмы. Так, смотри, а вот с клиентами ты как общался? По телефону или лично встречался? У нас было общение по мессенджерам, по перепискам. Потом мне пришел срочный заказ. Все наши водители были заняты. И Александр Григорьевич мне дает полчаса водителя, где-то он нашел объявление. Я ему позвонил, вот мы обговорили стоимость, потом детали транспортировки, груза. Все, договорились, встретились. Твори. Блин. К сожалению, ничего интересного на этот адрес нет. Ладно. Какие-то негодяи с помощью грузовика имитируют ДТП и выжимают с людей деньги. Он угрожал, ему говорил, что вызовет полицию. Ну, я и дала водителю деньги, которые предназначались для оплаты груза. Устроился в транспортную компанию. Был только я и этот директор Александр Григорьевич, и все. Срочный заказ. Все наши водители были заняты. И Александр Григорьевич мне дает, получается, водителя, где-то он нашел объявление. Все, договорились, встретились. Твори. Не понял. А деньги тебе какие не дал директор? Да, директор мне дал, получается, под расписку. 350 тысяч рублей. Вот, это деньги их постоянного клиента были. Загруз, который мы должны были с точки А, точку Б доставить. И потом, получается, мы на пешеходном переходе сбиваем человека. Вот. И все, и у нас начинается паника. Мы выбегаем из тачки, смотрим, там, что вообще произошло, что случилось. Вот. Я думал, вообще с летальным исходом прям. А что за чуваком в итоге? Жив? Да, у него вообще незначительные травмы были. Потом он вообще стал нас запукивать. Полицию вызовет, деньги стал требовать. Вот. И у водителя стресс, паника. У меня, ну, такие же примерно чувства, да, были. Вот. Водитель предлагает ему деньги, чтобы тот не звонил в полицию. Вот, за молчание. А, водитель предложил сам, да, получил? Водитель, да. И сколько денег тот хотел за молчание? 300 тысяч. 300 тысяч хотел, да. Не слабо. И что было дальше? Водитель мне говорит, типа, можешь мне помочь? Вот, у меня банкомат там недалеко, я знаю, где находится. Типа, одолжи, и я тебе отдам, как бы, вот. У сбитого не было карт, поэтому мы ему наличку отдали. Я вообще без задней мысли, как бы, говорю, на, держи, все. И этого отдам, и поехали. Это шоковое состояние, да? Ну, и что потом? Ну, мы ехали уже, получается, до банкомата, вот, по дороге. Водитель меня успокаивал, типа, да не парься ты, все нормально будет. Он говорит, сейчас надо только заправиться, вот, давай на заправку заедем. На ту самую, 36-й километр МКАТ? Ага. Туда, именно. И это, все, мы заехали на заправку, получается, он мне дал полтора рубля. Я пошел на кассу, заправил тачку, вот, все, ухожу, открываю дверь, смотрю, машины нет. Я думал, он, может, перепарковался куда-то, там, я по сторонам посмотрел, вот. Смотрю, его нету нигде, все, у меня паника началась. Я не знаю, где он, вот, во-первых, бабки, бабок нет. Чувака сбили, тачки нет, ничего нет, да. Я начинаю ему звонить, все, он недоступен, не отвечает, телефон выключил. Номер грузовика я не записал случайно-то? Нет, я делал все накануне вечером на одну машину, а приехала вообще другая машина, вообще она опоздала. Номер я не записал, мы в спешке, все, давай, давай, быстрее, поехали. Не за номера было, да, короче? Да, конечно, Вадик, такой квест с тобой произошел. А как на это все директор-то отреагировал? Да когда орал, как бешеный, как сумасшедший, когда я в офис приехал, вот. Он потребовал бабки, которые я взял, получается, плюс 50 за компенсацию, за то, что мы сорвали грузоперевозки. Мне ничего не оставалось, как взять кредит и отдать ему, и после этого меня уволили уже. По полной, короче, он с тебя спросил. Слушай, а есть телефон директора у тебя? Да, был записан сейчас. Глянь, пожалуйста, да. Так, Александр Григорьевич, вот. Так, директор есть. А этот водитель, который с тобой будет, случайно нет телефона? Да есть, да, я же звонил ему. Давай тоже его суток. Водила. О, номер водилы мне знаком. Вадик, дружище, не хочется тебя огорчать, но ты должен это знать. Вся эта ситуация, начиная с самого начала, когда ты пришел, устраивался в офис, чтобы сопровождать грузы и заканчивая вот этим грустным финалом, когда директор стал требовать все бабки. Это все спектакль. И сделано для того, чтобы разъяснить тебя и кинуть на деньги. Да какой спектакль? Ты хочешь сказать, это все обман? Так я же на работу устраивался, документы, там офис, машина. Да мне же деньги дали, я же своим глазам верю. Слава, блин, ты что? Ну, человека сбили, блин, на машине, блин. Да этот человек был с ними в связке, он не просто так оказался у тебя под колесами, дружище. Да в какой связке? Да не может быть ментакова. Водитель, директор и пострадавший, это вся одна шайка-лейка. Это капец. Ты, к сожалению, попался к ним на крючок. Да я сейчас морду пойду бить. Да тормози, ты не надо никому бить морду, это слишком просто. Нужно наказать их по-серьезному, чтобы они ответили по закону. Понимаешь? Потому что сегодня ты, завтра другой, они же не остановятся. Да иду я иду. Блин, Слав, все, слушай, мне пора. Все, давай, спасибо тебе за информацию, не падай духом, ты же мужик. Руки, ноги есть, все наладится. Все, спасибо, я погнал. Давай. Итак, что мы имеем? Псевдодиректор транспортной компании нанимает наимного соискателя на работу, выдает ему на руки 350 штук на вымышленный груз и отправляет его же сопровождать. И заметь, деньги выдает под расписку. Да, это важное замечание. Потом на глазах у изумленной жертвы водила сбивает третьего участника схемы, назовем его каскадер, и выманивает хитростью 300 тысяч у жертвы. А потом на сцену выходит псевдодиректор, который требует, требует возместить ущерб компании. Ага, получается аферисты действуют таким образом, чтобы жертва должна была им сумму, указанную в расписке. Сволочи. Не то слово. Так, попробую-ка я пробить номер псевдодиректора. Слава, прием. Да, Володя, я на связи. В общем, мы пробили номер телефона псевдодиректора, и он оформлен на подставное лицо. На этого же дропа оформлен номер телефона водителя Газели. Слушай, но зато теперь мы точно знаем, что все три афериста в схеме. Ну тогда осталось их только поймать? Нет, ничего невозможного. Добро. Так, ну раз никакой инфы по адресу офиса псевдотранспортной фирмы нет, значит, я завтра туда поеду и попробую найти там хоть какие-то следы аферистов, если они вообще есть. А я, в свою очередь, устроюсь на вакантную должность пистолетчика-заправщика на эту заправку. И попытаюсь добыть архив с камер видеонаблюдения. И если нам удастся на этих записях увидеть номер Газели, это будет маленькая победа. Согласна. Какие-то негодяи с помощью грузовика имитируют ДТП и выжимают с людей деньги. Устроился в транспортную компанию. Был только я и этот директор Александр Григорьевич, и все. Срочный заказ. И Александр Григорьевич мне дает, получается, водителя, где-то он нашел с объявления, и потом, получается, мы на пешеходном переходе сбиваем человека. Водитель предлагает ему деньги. Триста тысяч хотел, да. Водитель мне говорит, продолжи, я тебе отдам. Все, мы заехали на заправку. Я пошел на кассу, заправил тачку. Все, ухожу, открываю дверь, смотрю, машины нет. Устроюсь на вакантную должность пистолетчика-заправщика на эту заправку. Попытаюсь добыть архив с камер видеонаблюдения. Слава, прием. Володя на связи. Я на заправке, начинаю работать. Слушай, вот это у тебя скачок по карьерной лестнице. Наконец-то ты всем румаешь и заправляешь, а, Володь? Слава, тут есть вакантная должность. Приезжай, будем вместе рулить и заправлять. Рабы, давай, споробой. Володь! Я! Да иди! Да иду, иду, иду. Значит так, твоя задача? Так. Помогать клиентам заправлять свои автомобили бензинным и летительным топливом. Ага. Для начала ты должен знать, как работает наша заправка. Смотри на колонку. Значит, нажимаешь одну кнопку. Так. Потом выбираешь нужный уровень топлива. Так. Берешь пистолет, вставляешь в бензобак, отпускаешь пистолет, заправляешь автомобиль. Понятно? Понял. Берешь, вставляешь, нажимаешь, заправляешь. Все. Надеюсь, а кто-то у тебя не курорт, понятно? Понял, понял, все. Понял. Все нервные ездят, спешат куда-то. Машину видишь? Да. Все, проведем небольшую тренировочку. Давай. Понял. Добрый день. Рады приветствовать вас в нашей заправке. Что желаете? 22-го до полного. Окей. Тогда просто заплатите, и мы заправим вашу машину. Ну что, наш Володя теперь заправщик-пистолетчик. Он с легкостью залетел на двухдневную стажировку. У нас просто не было другого шанса туда внедриться. И сейчас, Володя, самое главное – найти архив с камер видеонаблюдения. Я приехала по адресу, который нам дал Вадим. И именно здесь, в этом офисе, сидел аферист, который прикидывался транспортной компанией. Слав, ты на месте? Да, Даша. Ну где же мне еще быть? Хорошо, подключайся, я подъехала. Подключаюсь. Так. Что ж, это было быстро, следов никаких нет, кроме объявления об аренде помещения. Сейчас я туда позвоню. Алло. Девушка, здравствуйте, я звоню по поводу аренды помещения. Я туда попала? Да. Отлично. Две недели назад у вас арендаторы снимали офис. Мне нужны их контакты. И что? Ну, я надеюсь, что, может, вы мне поможете. Дадите номер телефончика. Девушка, я не имею права разглашать какую-либо информацию об арендаторах. О, несвежливость 3000. Ну ничего, еще раз. Алло. Вообще-то я не договорила. Девушка, эти люди мошенники, и мне нужен их номер телефона. Слушай, я тебе русским языком сказала. Нет, не звони больше. Ну что ж, я попыталась. Слав, ты тут? Да, Даш, я на связи. У меня тупик. Вся надежда на Володю. Да, Володя машет в поте лица. Но, походу, у него тоже глухо. А так бы он что-то написал мне. Я возвращаюсь на базу. Давай, на связи. Хоть пять минут кофейку попить. Слава, на связь. Да, Володя, на связи. В общем, вся информация по внешним камерам наблюдения находится на компе директора заправки. Но проблема в том, что он из кабинета практически не выходит. Так что думаете? Есть у меня одна идейка, Володь. Даша, кстати, смоталась в офис, но там голяк. Давай, я скоро приеду, попробуем исполнить. Володь! Я! Ты что делаешь, я не боюсь? Кофеек. Чуть-чуть, буквально. Ты где хуже бродишь? Ты будешь работать или хернись? Буду, буду, буду. Давай, ты запомни, ты на стажировке. Как ты меня достал уже, начальничек. Даша, я подъезжаю к заправке, подключайся. Подключаюсь. Мы решили устроить на заправке небольшой спектакль. Я надеюсь, нам удастся выманить управляющего, чтобы Володя проник в его кабинет и нашел архив с камер наблюдения. Все очень просто. Ну что, дадим газ. Только я не пойду. День добрый. Газ купил? Хотя не очень. София, мне бы с вашим управляющим пообщаться. По какому вопросу? Да хутдог вчера купил у вас, а он тухлый оказался, отравился я. То что? Ну да, позовите, пожалуйста, его. С пыльчика, сейчас позову, конечно. Добрый день, меня зовут Сергей. Да не добрый, Сергей. Слушай. У меня к вам неприятный разговор, Сергей. Да, я с тобой. Я вчера заехал на заправку, заправился и вот хутдогов поел. Так. И потом мне было очень плохо. Что вы имеете в виду? Что я имею в виду? Ну вы когда-нибудь травились? Да, конечно. Вы что-нибудь съели такое плохое, тухлое, вот как ваши хутдоги. Простите, а как я могу вам... Вячеслав. 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 Да не трогайте меня, что вы меня трогаете. Давайте спокойно разберемся. Давайте спокойно разберемся. Скажите, пожалуйста, вы с чем взяли, что вы трогаете на нашей заправке? Я же, по-моему, рассказал, что у меня проблемы были с желудком. Что я... А вот я тебе покажу машину. Нет, давайте не будем. Давайте не будем туда ходить. Пожалуйста. У меня с памятью проблем нет. Я... Так. Дарья Леонидовна, я на месте, в кабинете. Приступаю к работе с компьютером. Хорошо, я жду информацию только Володе. Не забудь потом замести следы. Я до больнички кое-как доехал. Желудок промыли, более-менее оклемался. Скажите, у вас есть какие-нибудь весомые доказательства того, что вы покупали именно у нас? Чек предъявить. Потом заключение врача. Сергей, ну... Потому что вы могли отравиться чем угодно и где угодно. Почему именно... Я чекол, дурак. Не больше, не больше, не больше, не больше, не больше требует. Вы не на запасе будете качать, качать, да? За отравленный ход-добе. Я дурак, что ли? Мне больше заняться нечего. Проверяем постоянно эпилогические... Да плохо, видимо, проверяете. ...все нормы соблюдаем. Володя, давай закругляйся. Слава уже по второму кругу про свой желудок гонит. Скинул тебе всю инфу. Отлично. Ну, пока что тут дела? Упс, как неудобно получилось. А я это, я тут... Чего? Пересчитывай, я пересчитывал. Это не твое место. Да? Чего? Я не понял, твоя задача какая? Ты должен машины заправлять. Они шлятся по кабинетам управляющего. Так все. Я докладываю руководству, твоя стажировка закончена. Вали на все четыре стороны. Слава, театр одного актера окончен. Архив у нас. Все, отбой. Заканчивай там. Я понял, да я понял, что как надо с вами разговаривать. Я сейчас позвоню своему адвокату из Нового Уренгоя. И мы поговорим по-другому. И увидимся в суде. Вы имеете право. Сереженька. Пока. Счастливо. Слава, я сейчас буду пробивать грузовик. Ну, отлично. Ну, как я вообще, вжился в роль? Просто великолепно. Спасибо. Ну, что, я тогда Володю забираю. Я думаю, что его работа закончена после этого. До встречи. На связи. Итак, что же нам скинул Владимир? Так. Вот Вадик вышел, увидел, что Газели нет. Вот Вадик в шоке. Значит, машина уехала раньше. А вот и то, что мы искали. Прекрасно. Номер машины виден. Отлично. Лицо водителя тоже. Спасибо руководству заправки за качество камер наружного наблюдения. Так, скинув Феликсу, пусть пробьет по номеру тачки собственника. Думаю, скоро все выясним. Какие-то негодяи с помощью грузовика имитируют ДТП и выжимают с людей деньги. Я устроился в транспортную компанию. Был только я и этот директор Александр Григорьевич. И все. Срочный заказ. И Александр Григорьевич мне дает, получается, водителя, где-то он нашел объявление. И потом, получается, мы на пешеходном переходе сбиваем человека. 300 тысяч хотел, да? Водитель мне говорит, продолжи. Я тебе отдам. Все, мы заехали на заправку. Я пошел на кассу, заправил тачку. Все, ухожу, открываю дверь. Смотрю, машины нет. Устроюсь на вакантную должность. Пистолетчика-заправщика на эту заправку. Скинул тебе всю инфу. Отлично. Итак, что же нам скинул Владимир? А вот и то, что мы искали. Наверное, машина виден. Отлично. Лицо водителя тоже. В своей схеме аферисты используют грузовик как ключевой инструмент. На нем они типа наезжают на своего же подельника. Забирают деньги у жертвы и исчезают. Мы выяснили по номеру грузовика, что он принадлежит фирме грузовика, которая сдает габаритные машины в аренду. Я договорилась о встрече с директором, пойду пообщаюсь. Ребят, прием. На связи. Я подъехала, иду общаться с директором. Добро. Успеха тебе. Спасибо. Я пойду без камер, чтобы человека не пугать. Согласна. Мы почитали отзывы об этой компании, и они все положительные. Есть история, поэтому они явно не мошенники. А вот как аферистам удалось арендовать грузовик для своей схемы, это Даша надо будет выяснить. Здравствуйте. Вы Анатолий Иванович? Да. Отлично. Я Дарья, я вам звонила по поводу аренды автомобиля. Проходите, садитесь. Чаю, кофе? Нет, спасибо. Можно я сразу к делу? Да, слушаю вас. Замечательно. Анатолий Иванович, Ситуация обстоит следующим образом. Две недели назад мой знакомый сопровождал груз, и его кинули аферисты. Водитель обманом выманил у него крупную сумму денег и исчез на грузовом автомобиле, который принадлежит вашей компании. А с чего вы взяли что-то на вашу компанию? Газель Т... ТК. Сейчас посмотрю. Посмотрите, пожалуйста. Так, значит, какого числа вы говорите? Третьего. Да, наша машина, но она стояла в простой. Хотелось бы, чтобы это было так, но камеры наружного наблюдения говорят об обратном. Посмотрите, пожалуйста. В этот день грузовик находился в руках аферистов. И мне важно выяснить, как он к ним попал. Так, мне тоже хотелось бы это выяснить. Сейчас я позвоню человеку, который за это все отвечает. Ты видел? Видел, Володь, как он в лице изменился, когда Даша ему видео показала? Да он просто в шоке. Видимо, кто-то из сотрудников левачит мемокассы. Сейчас подойдет человек, мы все выясним. Хорошо, я вам очень благодарна за содействие. Я телеведущая канала Че, проект Охотники. Мы охотимся на мошенников. И, возможно, мне потребуется ваша дополнительная помощь. Так, ну-ка, иди сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что, совсем за моей спиной сдаешь в аренду машины? Шеф, что вы такое говорите? Мне что, видеокамеры наблюдения поднять? Там сразу все будет видно. Я могу вам все возместить. Как ты возместишь репутацию фирмы? Крыса ты! Ты не только меня подставил, ты всю фирму подставил. Ты сдавал машины аферистам. Есть железные доказательства. Каким аферистам? Я ничего не знал. Валя, закрой свой рот, иначе сейчас... Так, Анатолий Иванович, давайте успокоимся. Валентин, уточните, пожалуйста, кому вы сдали «Газель», «Т», «ТК» 3-го числа этого месяца? Секундочку. Значит, заказчика зовут Максим Лебедев. А документы какие-то есть? Да, конечно. У меня имеется ксерокопия его паспорта. Сколько раз он брал машину в аренду? Два раза. И вчера он мне написал, что на вторник ему снова понадобится машина. Ну, а ты что ответил? Я предварительно согласовал в аренду. А за моей стриной, чтобы, да, опять? Так, Анатолий Иванович, простите, но... Достал тот момент, когда мне нужна ваша дополнительная помощь. Нам нужно подыграть аферистам. Пусть Валентин сдаст им еще раз машину в аренду. Мы установим за ней слежку и поймаем их с поличным. Не проблема. Но смотри еще раз. Я уверена, что Валентин больше таких плохих поступков совершать не будет. Валентин, мне от вас потребуется вся информация на этих людей, которые у вас есть. Да, пожалуйста. У меня вся информация есть в телефоне. Супер. Можно сфотографирую? Да, конечно. Спасибо. И, конечно же, им о нашем плане говорить не надо. Да, я вас понял. Конечно. Ну, вот и чудненько. Спасибо за помощь. Да. Будем на связи. Вам спасибо за информацию. До свидания. Удачи. До свидания. До свидания. У меня есть ощущение, что я пятый всадник Апокалипсиса. Пойду, пожалуй. Сколько веревочки не виться, конец всегда будет. Сколько правды не скрывай, она все время выползает наружу. А ложь, кстати, очень часто имеет такие печальные последствия. Вот решил надуть шефа, а в итоге сам оказался соучастником мошеннической схемы. Парни, вы тут? Конечно. Замечательно. А то я думала, что я вас потеряла уже. Не дождешься. В общем, нам нужно установить слежку за машиной, которую они собираются арендовать. Ну и все. И хлопнуть их по горячим следам. Я возвращаюсь на базу. Добро. Работа отличная, Даша. Ждем тебя на базе. Я отослал фотку паспорта этого Максима Вадиму. И он опознал в нем мужика, который кинулся под колеса грузовика. Я пробил паспорт, и он оказался левым. То есть, получается, он предъявил вам ксерокопию левого документа со своей фотографией? Ну да, получается, они так заметают следы. Будем ждать, когда эфирист приедет за грузовиком. Согласен. КОНЕЦ 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 Готово. Сегодня аферисты должны приехать за грузовичком, который они арендовали для очередного кидняка. Дело осталось за малым. Выследить аферистов и взять их с поличным. Точняк. Это Максим? Ну, судя по фотке из паспорта, это тот самый чувак, который кидается под колеса. Ну, наконец-то мы вышли на одного из этой тройки. Ущербный. Каскадер недоделанный. Ребята, выходите на связь. На связи. Ну что, птичка в клетке, начинаю слежку. Буду вас в курсе держать. Удачи. Даша, Володя, вы на связи? На связи. Тут, короче, мошенник встретился с подельником. Это тот самый тип с камер наружного наблюдения заправки. Отлично. Если что, подключай парней. Понял. Второй есть. Водила на крючке. Огонь, да. Остался только псевдодиректор. Так, они тут движение начали. Принято. Ребята, они в разные стороны поехали. Я тогда газую за водилой грузовика, а мобильная группа пусть за его подельником посмотрит. Прекрасно. Ребята, прием. На связи. Подельник приехал на точку и ожидает. Принято. Наверняка там будет проходить трюк с кедняком. Кидайте метку, едем к вам. Отправили. Принято. Привет. Меня Марьяна зовут. Здорово, здорово, Анатоленко. Сегодня я с тобой груз сопровождаю. Я понял. Чуть задержался. Моя машина немножко подвела меня. Ласточка моя. Поэтому пришлось взять другую. Жесть. Ну вот первый день сегодня. Да-да. Ничего страшного. Ну хорошо, что совсем приехал. Хорошо, все будет. Поехали быстрее. Времени вот так уже много. Ну конечно, все это сказки венского леса. То, что машина сломалась и водитель приехал на другой. А делается это для того, чтобы в суете и спешке жертва не успела записать новый номер автомобиля. Так аферистам удается как можно меньше светить тачку. Так, ну маячок на грузовик я установил. На нашей ласточке я его легко догоню. Но что-то есть у меня предположение, что тот самый псевдодиректор, который выдал новой жертве сейчас деньги под расписку, находится в офисе. Надо бы проверить. Паш, пойдем прогуляемся. Так, сейчас мы сразу наберем Вадима по видео. Устроим им очную ставку. Добрый день. Заткнись. Снимайся. Чего кушило? Да. Вадик, здорово. Смотри, узнаешь персонажа? А, да. Слава, я узнаю. Такой ты персонаж. Да, вон. Слушай, а он тебя узнал. Смотри. А что ты засуетился-то сразу, а? Ссуществует. Узнал чувака, которого на 350 штук кинули со своими дружками. Кого ты кинул? Ты что, дружище? Чего ты сбрасываешь? Ты что, что? Шутки кончились. И рабочий день тоже у тебя сегодня. Да вы ошибаетесь. Это ошибка какая-то. Ошибка вовку никто никого не кидает. Ошибка это твоя жизнь вообще. Сплошная ошибка. Вставай. Никуда я не пойду, ты же. Поехали. Успокойся, кучу. Да я-то успокоен. Все, пока. Да я тебе говорю, это за ошибка какая-то. Я считаю, спрятались мы отлично. Да, но главное, чтобы мошенники нас не увидели. Иначе все пропало. Угу. Мобильная группа, прием. На связи. Как там каскадер? Он находится у пешеходного перехода. Явно начинает подготовку к трюку. Надевает на себя защиту от удара. Ловите сигнал. Подключаемся, спасибо. Спасибо. Ну все ясно и понятно. Используют на локотнике и на коленнике для того, чтобы при падении под машину ничего себе не повредить. Представляешь, на что только не идут эти хитрые, продуманные, мерзкие людишки. Угу. База, прием. Кто-нибудь слышит меня? Конечно, Слава, мы тебя слышим. Отлично. В общем, я грузовик догнал. Скоро буду на месте Кидалова. Так что будьте готовы. Наш псевдодиректор у меня. Потрясающе. Третий на крючке. На связи. База, я подъезжаю к пешеходнику. Будьте на чеку. Приняли. Откуда ты здесь взялся? Что делать? О, представление началось. Слышишь, директор? Да слышишь, я слышу. Слышишь? Пес сутулый. Твой выход в финале спектакля будет. Ири, выходи быстро. Бери. А, не просто, Марк. Откуда ты взялся? Откуда ты выскочил? Я тебя вообще не видел. Откуда я видел? Как вам? Откуда? Ром, сейчас не скоро выйдут. Не надо ни скорой, ни зуб. Никого не надо. Полиция вызывает. Это что такое? Сейчас мы решим. Пешеходный. Да все это нормально. Что ты, блин, это все? Сейчас решим. Давай на месте решим. Как ты решишь на месте? Как ты решишь? Давай, что ты еще на здоровье доделаешь? 300 тезиски тебя есть? Мне залечить все это в больнице. Марьян, иди сюда. Иди сюда. Успокойся. Успокойся. Надо 300 тысяч всего. Иначе, блин, меня в тюрьму посадят. Видишь, у него травмы. Напиши, потом переходи. Ну, у тебя же есть деньги, у тебя же есть рабочие деньги. Они же в фирме. Их отдача на ушах. У меня нету налички. У меня нету налички. Мы сейчас по дороге остановимся около банкомата. Я сниму наличку свою и тебя дам. Никто не узнает ничего. У тебя же есть налички. Давай, принеси. Деньги. Сейчас, сейчас я принесу. Все, трюк записан. Друзья, карета подана. Идем? Да, нахлобучим этих негодяев. Однозначно. Возьмем небольшой реквизит и устроим им свое шоу. Давайте, залетайте. Ну что, опергруппа? На выезд. А что там, директора? Ты куда спрятал? Здесь он. Директор, голос. Я пошел. Он привык уже там, уютно устроился. Ну, если ему нравится, то поехали. Покатай. Директор. Давай уже вызывай скорую, твою мать. Так, ну мы как раз вовремя. Я Дарья Рубинская, корреспондент экстренных новостей. Здесь произошло ДТП, сбили человека. Сейчас будем разбираться. Скажите, как вы себя чувствуете? Берите камеру. Мы вызвали полицию и спору вам скоро помогут. Так что не переживайте. А вот и виновник ДТП. Вот каково вам? Вы же сбили вашего близкого человека, с которым у вас одно ходе на двоих людей разводить на деньги. Люди, объясните мне, пожалуйста, что здесь происходит? Марьяна, это ДТП подстроено. Это подельники. А мы с телеканалом АЧ охотимся на аферистов. Они хотели вас развести на деньги. Подстраивал. Марьян, Марьян, подожди. Э, 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 слушай, постой, послушай, придурок. Марьян, успокойтесь, смотрите. Никакой транспортной компании нет. Никакого директора тоже. Это все фикция. И сделана она с одной неблагородной целью. Выманить ваши деньги. Да никто вас ничего не уменял. Ты дурок, я сейчас сказал. Черт. Я сказал, стой, стой. Стой, стой. Сказал, стой, стой. Так. Отпусти меня. Я не грампу. Достал ты меня уже. Да белого кликать. Это вот он меня подставил. Он попросил за 10 тысяч это сделать. Да ты ж все придурок. Встал. Встал на ноги. Руку назад. Давайте в тачку. Пойдем сюда. Пусть там сожрут друг друга. Пойдем. Это какой-то беспредел. Это еще не беспредел. Да отпустите вы меня. Володь, открою. Слава, держи его. Нервный бой. Стой, сказал. Достаю. Все, первый пошел. Раз. Пошел. Второй, два. Пошел. Третий, бегом. Что ты смотришь? Да потому что я запрыгиваю. Отпусти дверь. С чаем там весело будет. Походу у них много вопросов. У друг друга скопилось. Как вы? Марьяна. Ой, боже мой. Марьяна. Да. Успокойтесь. Вот эта флешка. На ней записаны все похождения. Вот этих уродов. Отдайте полиции. Она скоро подъедет. Все, Марьяна, берегите себя. Все будет хорошо. Пойдемте. Дождитесь полицию, хорошо? Можно я сгнему? Я в таком шоке. Я не против. Ну, как всегда. Какие сделать выводы? Легкая работа за большие деньги, да еще и без опыта. Это сказка. А в жизни сказок не бывает. Вас ждет обман. Если вы устраиваетесь на работу, то нужно читать отзывы и навести справки на компанию. Вот если вы это сделаете, подобных проблем у вас не будет. Как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok